Добрый вечер всем! Мне нравится, когда меня товарищем зовут. Почти забытое слово. Но приятно, Взина. Так, вегетативную гиперизацию не отрицал сам Мичурин. При этом, пример тому, сорт Бере Народная, которая появилась от отпрыска подвоя, появившегося ниже места приюта, случайно погибшего привитого к нему культурного сорта. Первое плодоношение гибридов было в 2014 году. Здесь погибший привой повлиял на подвой. Получилась груша со сладкими плодами. И это не единичный пример. Дело в том, что Зинаида, я это проходил всё. Понимаете, у меня есть такая привычка, казалось бы, глупая. Или порастёт немножко прививка и умирает. Год, два, три, всякое бывает. Подвой отвержает. А подвой продолжает расти. Я от него жду результата. И груша самую прямую. Вот как она есть с этими колючками, так она и остаётся. Если всё правильно здесь написано, то это редчайший случай. Ну, примерно как выиграть миллион в лотерею. Потому что у меня такой миллион в лотерею был. Курдюма подтвердит. У соседей я посадил привитую грушу. Посадил и забыл. Через несколько лет, когда до меня дошло, что у неё плоды, как бывает, хозяйка стоит с ведрами. Я говорю, а что, она же несъедобная. Да нет, приличная. Оказалось, прививка погибла. А подвой пошёл. А я не обращал внимания. У соседей же. Вот тот самый пример, когда у меня несколько десятков деревьев. Вообще они без ухода жили. И груши оказались мелкими, но всё-таки съедобными. А у суриска настоящая груша. Это такое, гладость. Её ни с чем сорвать не нельзя. Её можно использовать как пытка. Вот поймали там террориста. Молчит. Не выдаёт. А взять его, начинает кормить груши. Заталкивает, заталкивает в рот. И он всё расскажет. Настолько такая гадость. Невыносимая. И вдруг съедобная. Вот. Ну, потом, правда, угостить успел кордём. Так что я не болтун. Вот. Можно было сказать, что и у меня появился новый сорт. Ну, а потом соседи его. Я им вот таких первоклассных груш десяток. Как они говорят? Ну, почему так много груш? Почему так мало абрикосов? А я доиспытался. Что они взяли, которые вот такой вот грушей спилили. Вот так бывает, друзья. Вот мой пример, да. Но именно таким путём получать новосорты, сорты, как это слово, новая сорта, довольно сложно. Поэтому использовать его как научный приём я бы не стал. А то, что у Мичурина подвой оказался насыщенный генами привой, я потом веду, я потом это... Сейчас скажу, стоит ли открывать мне свои секреты заранее. Или не стоит. Ладно. Я придумал новое слово. Я металлург. Я не могу иначе. Диффузия. Для работы и для... Даже для теории при работе с регулятивной гибридой. Диффузия. А слово диффузия, кто помнит этот самый... Металлург тот знает. Кто не помнит, тот может быть где-то даже в школьном курсе промелькевал. Диффузия. И получается, ну как закрепить это всё. Поэтому Мичурин выиграл лотерею в очень такой редкий случай. Но дальше именно таким путём я никому не рекомендую, не советую продолжать. Вот. Хотя не отрицаю. И это я по своим примерам придумал новые термины. Не только диффузия, а термин прививка это не так. Эволюция сверху вниз. Значит, селекция сверху вниз. Заметьте, не влияние подвойно, а привойно подвой. Это моё любимое занятие. Поэтому мы спорить не будем. Преклоняюсь перед Мичурином, который создал беретно-розную. Так, выбор. Чтобы у корневых отводков развивался корень, вы рекомендуете берет поповин в середине июля. Почему не в начале лета? Да, пожалуйста, может в начале лета. Разница не принципиальная. Так, это я не так. Я рассказывал, что Мэй с Еленой Александровной в середине лета перерубали. Так, Юрий Железов. Привет, Юрий. Ой, сколько пользы от тебя. Я даже не ожидал. Уже сотни фильмов, которые уже давно забыты, порезаны на куски под новыми названиями с этими самыми, как раз, с мелодией красивой. Юра, чудеса творишь. Вот. Вот что значит иметь брата. Всем привет из Казахстана. Приятного общения. Петербург. Тоже приятно. Товарищи, опять Зинаиды, да? Читали книгу Глушенко доктора биологических наук вегетативной гиблиотерации растений ОГИС Сельхоз. ГИС государственное издательство Москва 48-й год. Значит, я Глушенко не читал, знаете как, вот тут очень хитрый вопрос и хитрый мой ответ. Дело в том, что я сам не раз говорил, я спорю с каким-то человеком. Он не раз в свои доводы, где-то вот чувствую, шкурой, что он где-то взял готовую цитату, а ему хочется выглядеть умным, и он со мной спорит, и то есть или не так. Он чувствует, что я не прав, потому что в чужих его учили другому. У многих же есть сельхозобразование. Помните, я хотел быть в этом, а, или я еще не прочитал это. Там так, прочту, в следующий раз. Значит, вот, кстати, вот он, перед нами, этот уважаемый товарищ, это будет звезда следующей передачи. Почему? Ого, почему? Потому что хотел быть фермером, а набирали, а шли одни девочки. И тогда взяли вообще это направление в этом, в науке, не в науке, а в этом, в учебном заведении убрали. И пришлось им идти в зоотехнике. Представляете, 25 лет потерять. Он, наверняка, спас много людей, будучи пожарным. Вот. Наверняка. Это тоже может быть. 25 лет не это, не коту под холст, наоборот. Наверняка есть награда, наверняка река у жизни. Но с удовольствием многое потеряло от того, что девушки шли фермеры, а кому-то это не понравилось. Почему я так говорю? Потому что это имеет отношение вот к этому же вопросу, да, который вы говорите. Споря со мной, многие не то, чтобы они глупые, не глупые, они начитанные. и чувствуя, что сильно уж просходится то, что они изучали, с тем, что я говорю. Они лихорадочно подбирают доводы более, так сказать, как в том анекдоте. Знаете, я не могу без этого. Чтобы не выглядело сильно мрачно, я люблю анекдоты. Идет товарищ, значит, ночью навстречу идет мальчик, говорит, дяденька, отдай кошелек. Кто такой сукой, ну-ка, сейчас еще тебе это, давно еще и папке скажу, за его плечами появляется здоровенный мужик и говорит, ты чего ребенка мучаешь? Ну-ка, отдай кошелек. Вот примерно так же. Запасаются цитатами очень известных людей. Так. А потом я говорю, а у вас ад есть? Нет, но я читал. И вот эта фраза застряла в голове навсегда. В таких случаях, нет, но я читал. То есть, для него это истинно. Хоть сам он в жизни ничего не вырастил. И здесь то же самое. Значит, получается так. И когда мне сказали, изучай Горщенко, я сказал, не буду, не прочту. Это, кто меня знает, это меня заставили Мичурина. Я Мичурина не читал. Мне цитаты выдергивают. А я по этим цитатам изучил Мичурина. Я по этим цитатам изучил Фрайда. Я по этим цитатам изучил Дарвина, хотя никогда не читал его. Энгельса я по цитатам изучал. Вот. Сталина по цитатам. Потому что все это прочитать, замучишься. А мои оппоненты, они цитатами любят. Вот так я и стал, так сказать, поверхушечно образованным. Так и здесь получилось. Глушенко не читал. А я читал другие, которые Глушенко противостояли и этого, и его, как бы, идейного руководителя, значит, Лысенко, противопоставляли так называемым генетикам. Да. Вот там нахватался цитат. А так напрямую, да, не читал. Но делал другое, что, может быть, сейчас на конце жизни почитать и сказать, все-таки себя возвысить. Может, я не дурак, если окажется, что мы об одном и том же. Вот. Что я возрождаю его идею, того же Глушенко. Но это все позади. А может, никогда уже не будет. Моя задача была, чтобы никто мне не сказал, чтобы я никому сказал. А я читал. Я делал. Я садил. Тысячи, тысячи, тысячи. Вот это самое главное в моей жизни. И у меня особое качество было. Только первую посажу, давай на какой-то черт заглублять. У него же под землей. Я же вижу в ямках эти самые основания штампа сгниют. Это живьем. Это каждый год у меня. Константинович, почему у меня абрикос погиб? И все из-за этого. Трудно ли догадаться, что косточка заглубленная вниз, вот настолько, вот как палец этот, мизинец. на такую глубину. Сгниет сто процентов. Ну почему об этом не знают это же самое? Уже неудобно фамилию называть. И сейчас толдыща тоже самое. Или еще говорят, я проверяла. Нет, все правильно. Ладно, ты сама, пожалуйста, у тебя зарплата идет. Людей-то за что? Учить такому заглублять косточки. Вот. Получается, что за моими словами стоит только мой. опыт. Товарищ Зинаида, я так хочется сказать. Пана Зинаида, панове Михаил, пана Галина. Ой, ладно, проехали. Так, Зашевский, добрый вечер. Нижний Новгород, привет. Любимый, Зина, я только сейчас на вас накинулся. Любимый, мой садовый железов. Я считаю вас великим чеком, ваш опыт пересекается с Мичуриным. Не пересекается. Вот, нет, то есть, как пересекается? Вот так. Понимаете? Ошел с одном другом, а это, вот. У меня нет времени, ну, заплатите мне наперед гонорар за то, что я Мичурина по полочкам разберу, по полочкам. и он окажется великим. Ну, там, где можно еще улучшать, улучшать, улучшать. Мне глаза садятся. Вот, мне уже сейчас секретарша нужна. Это же, как он, я все, как пример. Ректор Томского университета, переезжает в Москву, министром науки. Это самый умный человек в стране. Согласен. Но у него была секретарша, симпатичная девушка с внешностью этой, как это называется, модели. Вот, подавала ему чай. Ну, секретарь, понятно. Чай, кофе, там. Вот. Он ее туда забирает заместителем. Ну, если есть министр, самый умный человек на свете. Значит, все заместители министра, допустим, пятеро. Значит, это пять самых умных людей в России. А раз это я тоже к секретаршу хочу, то, конечно, даже с модельной внешностью бы не отказался. Но это я в шутку перевожу. Спасибо, Зинаида, за доброе слово. Спасибо. Так, денег, как у кого это? У Дурака Махурки. А, это я не мог вспомнить фразу. Спасибо, что подсказали. Я буду повторять за вами, за Мичуриным. Так, Свинин, привет. У человека, потерявшего руку, вторая становится сильнее. Так, почему никто не выращивает спортсмену с одной рукой и потеряв вторую? Я не понимаю, вот где-то я что-то не то сказал, или вы не так меня поняли. Получается, что где-то, ну, то есть, а, погодите, если я отрезал у дерева скелетную ветку, против чего я выступаю, я терял деревья, их сжирали же в ем руки, так, то получается, остальные ветки становятся мощнее, лучше, а дерево в целом, а штамп, который рано страшное, путь к этому, к морозу. Не, не, мы, Алексей, не поймем друг друга. Так, опять, Зинаида, так, кажется, это любовь. Я считаю, что достаточно того, что мы прививаем одно дерево на другое, не надо резать дерево, кроме привек. Кажется, резанный чернок приближает дерево гибель. Зинаида, вот так всегда бывает, вот с одной крайности в другую. Я говорю, получили саженец в посылке, или даже этот саженец, который с рынка, который наверняка бы замерз. Отрезайте, конечно, не делайте этих дурацких этих привек на кольцо, не отрезайте нижние ветки, отрезайте верхнюю половину. Оно прижалось к земле, а оно не морозостойко. Да, рана есть, но одна. Вот. Подсыпали снежку. И даже у южного дерева есть шанс уцелеть и даже дожить до вырожая. Вот. И главное, что когда мы отрезаем верхнюю часть, лучше приживается, становится здоровее. А значит, морозостойче. Бывает с юга. На Сибири откуда деревья зелись? С юга? Вот это роскошь, что в моем саду откуда? С юга? Понимаете? И не последнюю роль играет то, что это самое. Отрезаем верхнюю половину. Уже, уже получается, не только, вы говорите, не надо резать. А я говорю, надо. Сделали. Распластали под землей, сделали. Нижний. А сколько мечтателей? Вот, чтобы не вставать на цыпочки, не лазить, знаете, на стременке, не падать с них. чтобы дотянуться до каждой. Вот и делайте это. Отрезайте верхнюю половину, и она начнется распластываться. Это, для Сибири, для Средней России, никуда не денешься. Ветра такие, что все эти деревья, которые я показывал, десятки раз, вот эти дебильные фотографии, штамп, изувеченный, уже ослабленный, это понятно. Дальше идет крона, еще живое дерево. Ураганный ветер, его нет. Вот так вот. А что, это все, Зинаида, любовь наша кончилась, мы не поняли друг друга. Пошло эхо. Ой, жалко. Так, спасибо. Интересно, меня слышно или нет? Кто-нибудь, позвоните, раз пошло эхо, может быть, надо поправку делать? Это до конца еще долго. Позвоните мне кто-нибудь там. Юра, может, ты позвонишь. Это частный случай, или меня перестали слышать? И что, посидим минутку, может, еще письма подойдут. Интересно, что означает молчание, что все в порядке? Когда эхо, это плохо, это пытка, а не лекция. Я пока посмотрю, что у меня в гостях сегодня. Большинство в фамилии знакомых, уже давно родными стали. Уже давно стали родными. Релизов на проводе. Нормально, спасибо. А с кем я говорю? Хорошо. Я не помню, это не вы мне послали посылку с подарком, а я не получил. Нет, нет, в том-то и дело. У меня просьба, пришлите этот номер. Да не было ничего, я посылку не получил. А то неудобно, я молчу, думал, надо спасибо сказать, а я-то не получал. Да пришлите трек, я дальше разгляжу. У нас тут почты меняют друг друга, адреса меняют. Ага, ну пока. Спасибо за предупреждение. Так, слышно хорошо? Продолжаем. Так, и сейчас я досмотрю, кто тут еще есть. Ефимова, как я вас люблю. Вот. И Таню люблю, и Валентину люблю. А, и Лилию Ряжева, тем более люблю. Еще звонок. Железово на проводе. Алло, слушаю вас. А, Юра, ну мне сейчас сказали, что все слышно. Ага. А, ну ладно тогда, давай пока. Спасибо. Так, и брат отзвонился, пойдем дальше. Так, короче, девушки, я всех люблю. Так, сейчас. Спасибо, что делитесь опытом. Пусть он идет разрез современным с удовольствием. Ваш сад показывает, что именно вы правы. Ну да, действительно, козырь у меня мощный. Вы можете многое сделать, я страны СНГ. Лишь бы они, только они это, не стали с нами воевать. В Томской области начались морожи. Да, кстати, в Томске начались, в Европейскую Россию, там, в это, минус 25 было у Галкина, в Галкин сад, у хозяйки, у Галины, Литвиновой, минус 25, и обещали 40. Причем, оттуда идет мороз, к нам придется несколько дней. Аномально теплая зима, мне это не нравится, я не для того жизнь прожил, чтобы вдруг потепление, чтобы теперь у нас был полюс тепла, только мне этого не хватало. Вот, это то же самое, что если я беру 200 килограмм вес, а завтра любой мальчишка, пятилетний, этот вес возьмет. И вот, вот так и тут, мое сравнение. Так, плодовое тело гриба. А, ну, правильное название, плодовое тело гриба. Подсказка, спасибо, Алексей. Здравствуйте, вы, как у нас на Алтае свалят ниже 40. Ну, все, когда-то и должно случиться. Так, другое дело, что ниже 40, это еще не трагедия, если, нет вот этих сопутствующих, если, проще говоря, если деревья не искалечены, если почва не искалечена, то, я не говорю, что все будет гладко, но тут сильно много и плюсов есть. Мороцерки по двое, и стопроцентное, чтобы была биологическая совместимость, и чтобы дерево было низкое, такое, как, раскидистое, но низкое, сколько мы про это уже, толдычу, вот, чтобы можно полдерева засыпать снегом, и ничего страшного, под снегом ничего не замерзнет. А вот дерево, вы знаете, и метр снега, в весна приходит дерево мертвое. Как так? Даже не спас, не спас этот самый снег. А он как не спас? Или совсем не морозной стойки, или еще и помогло сгнить, если там ран понаделали. Плюс не хватало еще, чтобы под снегом было сыро. Видите как? Так, короче, будем ждать морозов. Елена Ваша внушает доверие. Елена Александровна, если про нее, еще бы. Вот. Это, набраться, вот это слово наглость, при меня уже не первый раз. Наглости, сказать, поеду в Железово учиться. Кто? Красная дипломница, аспирантка, выпускница Госуниверситета, поэта, у которой самой там сотни этих публикаций и опыт, поеду в Железово учиться. Конечно, будет доверие. Она теперь не моя, это самое, как сказать, образно говоря, не моя, она моя, как бы, духовная дочь. Но теперь она наша общая. Больше не на кого надеяться. Краской замазывают срезы на кольцо. Не надо делать срезы на кольцо, и тогда не надо будет замазывать. Вот краска, кора выдержит морозы, а краска не выдержит. Сами понимаете. Попробуйте сами. Ладно, так, я не обрезаю деревья вообще на кольцо, два обрезал бензопилой, пусть облома ветра. Ну, это понятно. Тут уж куда деваться. Надеюсь, что они долго проживут, слушаясь вас, для меня каждое дерево, как дитё. А вот, Россельхознадзор, это не всё. Роспотребнадзор, вот что я не мог вспомнить. Сколько их развелось? Помните, мы эту, подошёл, на 300 рублей штрафовал таджичку, и дальше пошёл, нарушила. Она продолжает продавать, а он непонятно, зачем вообще на свете нужен. Железово на проводе. Слушаю вас. Нормально. Нормально? Ну, слава Богу, успокоили. Уже третий звонок, всё. Я доволен. Значит, буду продолжать. Спасибо. Так, ну вот, продолжаю. Городничин, привет с Москвы. Сергей, здравствуй, я не умею прививать. Я не умею. Привил к привычным секаторам. Десятки черенков. Пришлось немного, неизвестно вы же, вы что, меня не смотрели? Понимаете? Ну ладно, пока закончу письмо. Неизвестно, выживут ли, не умея точить нож привычный. Значит, с секатором вы смогли. Получаю минимальную зарплату, 4000 гривен. Так, откуда вы? А, Харьков, Харьковская область. Это где-то, сколько же это рублей? Наверное, 1010. Что мне делать? Мать умерла от рака, я остался один. Купил саженцы на рынке, на котором работаю уборщиком. Как ваши саженцы получить? Я живу в Изюме, Харьковская область. Что мне делать? Я на участке бабушки покойно хочу сотворить. Помогите, что делать? Как вырастить сад, такие, как у вас? Подскажите, как ваши саженцы или кошки получить? Только наша инструкция, подобная крификации, инструкция, я видел ваше видео. Так, когда у меня что-то заказывают, там автоматом идет 10 роликов. Первое, как посадить, второе, как посадить, потом, для каждого региона, разница все-таки есть, и, все есть про, 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 про стратификацию. Давайте так, Сергей, короче, у меня, конечно, впечатляет ваша зарплата. Вот. Живели, вы земляк, для меня все украинцы, земляки, даже те, которые, знаете как, я живу в Сибири, а у меня глаз такой, какой-то особый. Я покажу вторую женщину, говорю, ну что, говори, подскажу просто. Вот. Говорю, здоровеньки были, вот. Называю панной, и говорю, она не понимает, специально прикалываюсь, говорю, бабушка-то откуда? С Харькова? Нет, Серновцов. Другой, говорю, бабушка Серновцов? Нет, с Харькова. То есть, понимаете, тут пол России, потерявших родину украинцев. Для меня, каждый украинец, это не то, что лучше русского. Просто разницы не делаю. Вот сейчас получается, Сергей, что вы мне пишите электронное письмо, так, я вам сам вышлю бесплатно посылку, вот этот самый, ваш земляк с Харьковской области, 20 дней шла, нормально, пишет, косвически здоровый. Я вам сам вышлю, посадите, все, это будут подвое, и плюс корни собственные, которые не обязательно приводят, так, посылку соберу сам, вот, оплачу сам, так, вот, я чуть лучше вожу, и это первый этап. Второй этап, на следующий год, уже есть опыт, высылать черенки, но, я вышлю, то, что вы потом, допустим, абрикос академик, вы его посадили, саженцы уже однолетних, возьмете черенки, и перенесете на манчжурцы, то есть, вы дальше можете, если я не доживу, до следующего сезона, вот, у вас уже сад будет, другого пути нет, саженцы не отправить, а если отправить, то они там же и помрут, где-то на таможне, вот, поэтому только так. Пишите, напомните этот разговор, у меня память такая, что, знаете, особенно, что надо дарить, поэтому, забыть не забуду, но могу не вовремя вспомнить. Жду от вас письмо, и адрес, я, слава богу, косточки не придираются, когда отправляю на Украину, так что, будь ласка, жду от вас письмо. Так, инструкция будет автоматом. Так, Михаил, на лошадях бы быстрее, читал, что Лев Тостой приглашал на завтрашний ужин, почтовая открытка, ясно поляна, Москва. Да, было быстрее, это верно, Михаил, я столько нервов намотал, а теперь, я, пожалуйста, проходит, уже и сада 15 лет нету, а меня морда и тычет, а ваши саженцы, они не морда в стойке, а их и сейчас, мои саженцы калечим. Так, мне на сайте 7дач сказали, что там, где живу, благоприятный климат, помогите остаться до воду. А где вы? А ну-ка, может, Сергей выше был? А, так вы и есть, это Харьковская область, да? Вы еще на Украине не были. Просто случилось так, Казахстан, Украина и Белоруссия. Вот. Ну, прибалтийские страны, Эстония, Латвия, Литва, они раньше не умели. Вот. А эти там выращивали, Казахстан выращивал, вспомните эти же, апорты 600-граммовая, Украина, с такими абрикосами, персиками. Вот. Белоруссия, ну, Белоруссия, это самое, вообще, для меня идеальный климат. А то вы, в севере Белоруссии не растут абрикосы. Лишь, и мне это, все, то есть, это факт. И что бы я ни говорил, а в ответ, не растут все. То есть, это уже, да, на все тоже факт. И можно, ни мнений, ничего не советовать, бесполезно. У нас не растут на севере Белоруссии абрикосы. А что я там думаю? Кто ли, где-то в севере Белоруссии, это может быть позже полярного круга. Но я точно помню, что это на юге. Ну, точно помню. Я в школе проходил по географии, пятерка. Я учебник в географии прочитал до первого сентября. Так. И что получается? Земля теплее. Подскажите, сиротик. Так что, я только сейчас сказал. Если уж тут растет, вот, да все у вас получится. Так. Вот будущий подвой моего товарища. Тоже такое хочу. А где это? Вот я открою, если это видео, то я не смогу. рыболов. Ух ты. Интернет-то вон. Рыбацких. Когда-то я тот самый. Что-то похоже видел. Ну, с этими мормышками-то понятно. А вот, шушон. Знаете, сейчас, может быть, потом как-то с этим разобраться. Ну, ладно. Не будем отвлекаться. Если тут что-то интересное, то вы нам потом отдельно в ваши комментарии, в письме, я после, ну, как сказать, то не успеваю я все. Так, я теперь не там. А, я вот тут. И не тут. Ну, вот влез я на свою голову. Теперь надо вылазить. Ага. Значит, где-то я здесь. В общем, тут я пока ничего не скажу. Где будущий подвой вашего товарища? Здравствуйте, Антон. Пожалуйста, посмотрите почту. Я отправил письмо по поводу неполученного, хоть и оплаченного заказа. Это второе письмо. Это не получило. Но это к Антону. Так. Сталинград. Ну, Сергей. Сергей всегда это на месте. Валерий Костеевич, как сохранить чернки до весны? Под пол теплой уже морковка растет. Может, снегом. Против снега есть мыши. Есть то, что они, будучи закопаны в полиэтиленовых пакетах, с них померзает снег. Так, чтобы потом страшно смотреть. Я рассказывал об этом, что я один раз попробовал, зарекся. Ну, что я скажу? Под пол теплый. Есть соседи, есть друзья, там, любовники. Ну, у кого-то найдите нормальный погреб. Вот. Раз у вас под пол теплый. В холодильнике трудно сохранить чернки, они много места занимают. Так. Шара фуга. А, происхождение гибридов и видением трясы занимался американский бюрок. Ну, это я читал. Вот источник. Другое дело, что, ну, как сказать, вот он вывел его, да, тройной гибрид, давайте уже по-серьезному говорить, тут немножко осталось, давайте уже, потерпите меня. Двойные гибриды, это уже плывут. Тройные, если там три, берем, видели, там урожай был. Это, скорее всего, если это правда, что это шара фуга, вот тот такой, как колодовидный, практически слива, да, если с косточки взять, куда угодно, вот, скорее всего, это будет просто слива. Она и похожа на сливу, а уж там абрикоса и персика чуть-чуть, и то, скорее всего, это будет слива. Или, десять косточек посадили, на восьми слива, на девятом абрикос, а десятая получится персик. Может и так, хотя, и то вряд ли, скорее всего, надо сотню садить. Теперь возьмем черенок. Вот черенок, а на что прививать? Стоит только, вы знаете, как у меня получилось черного абрикоса? На что я мог прививать? Ну, конечно, на абрикос. Черный абрикос, на абрикос. Вот, скажем, по коленям, давай желтеть. Теперь у меня черный, а зал с одно название. Это как, это, как дети, негры с русской, с белой. Дети могут быть там, какими-нибудь мулатами, а еще раз белые. Уже посветлее. А еще, вот так и тут. Настоящий гибрид, если он был. Вот сейчас, покажите мне, прошло 30 лет. Или там, может уже 100 лет, не знаю. Вот. Выявил. Это такая работа, тончайшая. И я согласен. Ну, я, железо говорю, удержать невозможно. Полюбовались на эту фотографию? А дальше, так хоть сказать, забудьте. Вот. Такое дерево вы никогда не получите. И тем более, те, кто продает саженцы. Там вот что угодно, только не эта, самая, шарафуга. Анастасия. Можно, ну, во-первых, мыши голодные ходят. Во-вторых, проблематично весной достать не повредил. Да, вот обледеневает, я сам вырубал. Вот. Так что плохо. Давайте, ищите этого, чуть не скажу любовника. Ищите, у кого есть погреб. Трутовик. Еще пчеловод использует для дымаря. Ну, что, точно. Хорошее наблюдение. Почелный запас пор огромен. И не учитажим, если только не спровоцирует извержение вулкана. Совершенно верно. Вишня сибирская штамба из косточки будет ли нормальная или мелкая ранняя и поздняя. Вот, вишня сибирская штамба у меня как они растут? Вишни. В трех метрах вишня сибирская штамба с генами черешни. Дальше идет вишня жуковская. Дальше черешня. Дальше снова вишня сибирская штамба. Я таким путем добился урожаев. Когда-то я напугался. У меня действительно было слабенький урожай. И вдруг я читаю. Насколько купил, но то продал. Это не тот случай, когда я уже до конца проверил. Читаю серьезного автора, а он пишет. Вишня самоплодная, плохо пыляется, не самоплодная. соседей вишня тоже плохо пыляет. А вот черешня вишня прекрасно пыляет. Я тогда и насадил все в кучу. И не прогадал. Другое дело, если бы не было черешневых тех нескольких деревьев, кто бы опылял вишню? Они знают. То есть, все это получается так. Хотите иметь сад? Вот, вот, вы не зря упомянули какую-то из вишек. Значит, вишня сибирская штамба садить, рядом вишня сибирская штамба, с генами черешни, рядом вишня, эту самую, жуковскую, рядом черешню. Вот тогда проблем не будет. По принципу, бери больше, сади больше. Так. Теперь. Невзор. Действительно, с черенками пришли семена вишни, груши, несколько видов, подарок, за что, прибыло благодарен. А! Александр Невзор. Действительно, мне с черенками, я думаю, это вопрос. Действительно, мне с черенками пришли семена вишни, груши и несколько видов, подарок, за что, премного благодарен так, ладно, пожалуйста я не болту в России теперь так же отрыбачишь это не ко мне вопрос утверждаю, что без специальных документов ловить нельзя в Германии наша идея, едут на рыбалку в Францию так, Алексей, вы что уже это самое, немецкий изучаете в Германии собрались и так уже никого не осталось откуда такие знания ладно, будем иметь в виду, я в Германию не поеду только потому, что там нельзя ловить рыбу Валерий Костеевич, в вашем саду есть пчелы? Диких нужно чем-то привлечь, или они прилетают сами у меня особый сад он называется так сад, не полудикий но брошенный, напряженный судьбой никого никогда не привлекал один раз я сделал учебную фотографию, я заставил свою помощницу Дашу, племянницу я снимал, вспоминайте она нарезала несколько веток груши сварок и мы поставили на стол уже в виде букета банки с водой под уссурийскую грушу чтобы научить вас как увеличить урожайность вот, за счет вот такого вот как бы его назвать, довольно таки варварского переноса цветов с помощью секатора это было, но это единственный случай в жизни я просто ничего не делаю вот а там что будет, то будет ну сад такой, что всегда хватает еще и с вами делюсь так а да, ну у меня получается там нету пасехи нигде у меня только дикие пчелы но в основном шмели вот весна очень знаете, пчелы меньше 10 градусов их просто нет а в это время цветение ну смотрю пусть эти самые ну шмели работает пусть их не так много но работает так здоровья всем благополучия спасибо как вы относитесь саду Крутовского с его стелищем с яблами а вы откуда знаете что у меня есть фотографии из сада Крутовского есть там и стелища яблами у меня есть там фотографии а вы откуда знаете что я знаю ну короче я не знаю вот сейчас это не ко мне вопрос а там последняя была Елена Александровна Савинича возможно это один из вариантов ее будущей деятельности именно сад Крутовского он имеет уникальное место расположения недалеко от Енисея не замерзающего вот не замерзающего это хороший плюс хороший плюс я считаю вот хоть пару градусов он удает не 10 не 20 не 30 градусов но пару градусов дает вот эти пару градусов очень бы пригодились Савинича или Сан вроде бы один из вариантов что она там будет хозяйницей что она будет делать с селищами с яблонями ну это как ну здесь есть место в гараже там стоит у кого-то там ржавеющий запорожец да может стоять там полуразобранный мотоцикл так нет вот вот так же их можно убрать но почва уже там иностранно почва уже считайте уничтожена под ними я когда прочитал да берется это я что-то знаю из чужих ну как бы чужой опыта чужой опыт так выглядит берется бензопила выпиливается потом корчуется вот все это получается чистое место потом перепахивается во время пашки туда задаются удобрения пять лет подождать и можно садить ну как я могу относиться с телевизором хорошее это как музей получился Ирина Александровна Савельевич это музей вот я даже если бы я бы начинал так обрадоваться когда вас туда что-то не отправили работать вот не знаю как теперь радоваться не радоваться так все нормально звук хороший эхо нет эхо нет доброго здоровья давно хотел спросить вы часто упоминаете что грибы на деревьях питаются только мертвичины ну а как лишайник их у меня например множество лишайник это это как сказать это не родственник и не родственник деревьев это еще один ступень эволюции так назовем да вот значит грибы они шустрее а лишайники идут за ними потому что знаете если дерево я уже по-своему но только не обижать на мне я нагляделся подмосковью на эти лишайники деревья зеленые до верхушек зеленые а что это если не лишайник а если я маленько соображаю то вот эта зелень до верхушки это значит если дерево угробили наполовину то грибам хватает вот еды и дерево иногда я вам покажу свои вот такие грибы вот отлично они мне не мешают потому что если здесь вот такой тоец у меня обрубленный вот это все покрывается грибами а дальше дерево растет сами растет почему они не могут съесть дальше на здоровье здоровья древесина вот а лишайник он уже знаете как халявщик невероятно ему нужно съесть уже саму как гриб он любит залезть внутрь это ему прям хлебом это его предназначение пристрастие вот сделали вот ту самую проклятую рану на кольцо мной проклятую да вот все это место начинает замерзать клетки мертвеет пошел гриб и так внутрь залез а лишайник он халявщик он выпадает больную кору то есть уже а дерево полуносит и кора на нем и вот наконец кора начинает покрываться этим самым уже видели сами следующий этап грибы грызут и тут появляются лишайники и начинают обычно снизу грызть это уже последняя стадия и вот они снизу и забираются забираются вот и до конца изовечное дерево тут уже грибы уступают место уже действительно они нужны лишайники но это паразиты уже чисто грибы приносят огромную пользу они освобождают природу от наших глупостей от наших ошибок ну не знаю как вам объяснить теперь давайте посмотрим тут у меня всегда подсказки обязательно у лишайника дерево симбиоз вот и есть симбиоз ну как симбиоз он не жрет само дерево он жрет то что дерево окажется лишнее правильно Алексей чтобы вырастить персик надо сильно обрезать это верно ё-ё-ё-ё уже боже опять надо шуча начинать давайте как же я помню была такая девушка Дана с западной Украины которая прислала мне фотографии там персиков на молодом дереве и называла цифру урожая предыдущий что-то сто восемь что-ли килограмм что-то до молодого дерева и тут же пани Валерий вы мне объясните ради бога меня все долбят отрезать ветки нижние иначе дерево погибло а дальше то что я и сказал руки оборвут раз уж ко мне обратились значит не вздумайте обрезать чуть ли не матом а что было дальше я не знаю а здесь не просто так это сильно обрезать допустим вы живете в той же западной Украине возможно она бы отрезала как я учили не учили а вдалбливали эту мысль давили отрезая нижние ветки когда отрезаешь часть веток остальные дают более крупные плоды более товарные понятно и наверное если эти 180 килограмм она скорее всего продала чем столько съесть то невозможно так вот но это самый юг это западная Украина а у нас обрезка это верная смерть и я сам уже выращиваю третье поколение сад сожгли я с каждого молодого персика по 50 по 70 черенков срезал и продал вам а это деньги потому что на что-то надо было жить они после этого померли а я достал черенки из погреба я шкахол я же это самое оставил себе на размножение и снова вырастил уже новое телевидение покажу вот так вот у нас это страшная вещь а где-то обрезка для того чтобы укропнились еще и дерево живет после этого ну а потом одна же как Крыма минус 30 Азовское море замерзло вы представляете какие-то там же вдоль персики растут тут черное Азовское море на Украине так нет 4 области Одесская Крым которая была украинская это еще старая персика Одесская Крым Николаевская и это самое Крисоцкая вот там росли персики все вдоль моря а она взяла Азовское море где когда такое было вот у меня персики а если они все изовечены вот так я отвечаю так поехали дальше только бы сейчас не переходить на это как я чувствую переходим на национализм украинцы живут в Украине хохлы по всему свиту привет землякам я сам родился в Киеве а живу в Красноярске так Алексей так вы в Красноярске живете а что а тогда другой Алексей у нас кто у нас Украина который это сирота я уже начал забывать я вас потом прошу напоминайте мне напоминайте мне все мои эти обязательства а то потом скажу да я не обещал никаких этих выслать вот я запоминаю только ключевые слова напишут что я сирота я вспомню что я обещал не напишут я скажу гони монету мне напоминать надо так значит поняли да хохлы по всему свиту ну не зря я себя хохлов называю шутя так родня в Германии ага понятно посмотрел каталог он актуален на сегодня это вопрос если это вопрос то устаревает махом поэтому на всякий случай запрашивайте свежий напишите а это вот все понятно черешни нет а черешни ну понимаете у меня и черенков черешни я сейчас могу сотни срезать но не хочу повторять историю с персиками пока пожара нет слава богу я больше не могу уж под давлением с каждой черешни срезал по несколько штук 75 черенков черешни продал этого Бориса Бодера все это же Сибирь здесь серешню достанешь она по 1000 рублей бы стоила я бы резать не стал две старые сливы коричневые сладкие но мелкие но привиты на песчаную вишню ух ты это такая редкость взяли от нее косточки выросли три сливых уже заблодные сливы выросли желтые мелкие и сладкие почему из коричневых получили желтые во первых это самое вы получается косточки взяли да у косточек столько родни вот даже Мишурин писал и бабушки и дедушки кто только нет и еще и ветром надул от соседей это вот это не обязательно песчаная вишня она же красная или там бордовая да вот она не обязательно сделает желтыми и сладкими наоборот использует вкус это 100% и есть невозможная песчаная вишня это такая гадость что я свою вырастил и вырубил делать из нее подвое мне в голову не приходило привычка абрикосно-абрикосно черт у меня это песчаная вишня короче здесь получается так подвое песчаная вишня ни при чем от того что стало сладкими и желтыми вот здесь просто-напросто получились костики гибридные вот весь ответ почти 99% что я прав когда лучше приехать за саженцами с Сергеем договорятся сейчас сейчас по маленчику по маленчику ну хоть я и говорю спрос не тот но постепенно у него ну сколько у него я видел при копе там 20-30 персиков весной приедет и скажет хочу персик а что их до весны не раскупят что ли я имею ввиду по предоплате ну и так далее договоритесь сейчас а нам видно будет ну что ребята кажется мы закончили незаметно незаметно но закончили чуть не перешли на политику ну хотя в Германии где 30 человек ослепят чтобы вы не поймали эту жалкую рыбешку это не политика как говорится приезжайте к нам на Магадан нет лучше вы к нам это я германцам скажу вот пусть у вас Мерседес а я уж как на Жигулях покатаюсь ну это так вот обидно что пустеет Сибирь обидно по улицам ходишь за целый день ни одного знакомого лица а 30-40 лет назад все здоровались половина знала как инженера половина как садовода корько я даже боюсь на похороны некому будет прийти я серьезно говорю я не собираюсь помирать но как подумаешь что помер бы 10 лет назад полгорода бы пришло для меня это важно ну что извините за такое грустное окончание давайте заканчивать вот каталог семян вот он каталог Сирнков вот он вот и надеюсь что мы с вами еще повоюем вот я все в архив не брался какие там письма какие там эти разборки ой ой знали про того лжежелезово подставного которого подставила присадиного хозяйства редакция вместо меня им писали мои друзья это не железов железов такую чушь молоть не будет это же что творите вот прекращайте вы это дело не надо было это отомстить за то что это самое что я писал что все ваши агроприемы смертельные вот показать бы вам эту переписку показать бы вам это все но это уже должно войти в будущее книги уже как детективное направление много чего интересного а между всегда даже если это рассказы все равно просматриваются мои советы 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 вот все равно умудряюсь много нового рассказать ну все друзья до свидания спокойной ночи Антон Валерьевич спасибо чем мы без вас делали вот сидели по своим углам женщин люблю мужчин уважаю до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...